Благоустройство и ремонт вне очереди. Управляющие компании региона предложили провести отдельные виды ремонтных работ в домах, 80% жителей которых проявили активную гражданскую позицию на выборах в 2014 году. Областные власти инициативу поддержали, и теперь самые активные граждане Самары принимают работу. Результат оценили наши корреспонденты. Лина Якубсон учится делать ремонт. В ее квартире теперь все под замену. Потолок, пол, межкомнатные стены. Пострадала и личная библиотека хозяйки. А сама она чудом осталась жива. Страшный пожар в этом доме произошел прошлым летом. Огонь потушили, а последствия устраняют уже год. Сухая оставалась довольно-таки большая комната. Там, где сейчас мама живет, строительница, по сути, этого дома. Вот моментально сделали внучке декоративный такой ремонт. Вот сейчас мы там все ютимся. После ЧП в 236-м доме по улице Советской Армии заменили коммуникации, а пострадавшие получили компенсацию. А вот полноценного ремонта по региональной программе им бы пришлось ждать еще несколько лет. Однако жильцы сами обеспечили себе ремонт вне очереди. На выборах в сентябре 2014 года показали высокую явку. С инициативой провести ремонты в домах больше 80% жителей, которых пришли на выборы, выступили управляющей компанией региона. Предложения областные власти поддержали. Надеемся, что вот выборные кампании с сентября месяца, во-первых, управляющие кампании выступят с этой же инициативой раз, что, конечно, город и область поддержат эту инициативу. И я вот так сейчас понимаю, беседой с жителями, с председателем ТОС, они опять готовы на 80% пойти и проголосовать. Сейчас в доме работа кипит. Штукатурят, красят – это только первый этап. В многоэтажке предстоит заменить окна, двери, лестничные марши. Жители у нас получат новые благоустроенные красивые подъезды с пластиковыми окнами, светлые, на которые можно потом зайти, пригласить гостей, развесить картины, поставить на подоконниках цветы и радоваться дальше жизни. Параллельно благоустраивают двор, ставят ограждения, чтобы машины не заезжали на детскую площадку. А жители надеются на продолжение ремонта в своем доме и готовятся пойти на выборы 13 сентября. Татьяна Пудова, Александр Кракулько, Новости губернии.